Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о маркетсе, оставлять ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Сегодня мы начнем с довольно позитивной новости, которая наверняка всем вам уже известна. Давно у нас не было позитива, связанного с ковидом, но сейчас ситуация изменилась. Вчера главным фундаментальным событием стали сообщения о том, что фармацевтическая компания Pfizer добилась реального прогресса в разработке вакцины, которая показала эффективность 90% случаев. Трейдеры с явным оптимизмом отреагировали на эту новость с учетом того, что в эксперименте и в испытаниях этой вакцины принимало участие почти 50 тысяч человек. Я обеими руками за, друзья, наверное, как и любой нормальный человек, за то, чтобы хоть какая-то компания, в данном случае Pfizer, добилась не просто прорыва на словах, но и в конце концов через какое-то время максимально быстро, я будем надеяться, положила конец пандемии коронавирусной инфекции, потому что это самый главный форс-мажор, с которым столкнулась мировая экономика в 2020 году. Это тот самый форс-мажор, из-за которого многие наши идеи, которые были системно, фундаментально правильными, их пришлось задвинуть куда-то назад, потому что мы вынуждены стали работать с риском для перспектив мирового экономического восстановления в целом экономики глобальной и региональных секторов, за которыми мы следим. Как отреагировал рынок на эту новость? Ну, разумеется, раз мы констатируем сейчас серьезное снижение цен на золото и на все активы рынка драгоценных металлов, сброс золота – это уход от защитного инструмента, то есть нормальная реакция. Золото оказалось ниже 1900 долларов за тройскую унцию, сейчас котировки по золоту 1880. Мы восстанавливаемся, если вас интересуют, опять же, долгосрочные цели. Например, мои. Я не отказываюсь от прежних ориентиров по золоту, потенциал его роста вплоть до 2000 долларов за тройскую унцию. Сити также после вчерашнего обвала не пересмотрели свой прежний прогноз и считают, что в перспективе 6 и 12 месяцев мы можем увидеть значение 2300. А вы знаете, почему не меняются прогнозы по золоту? Потому что золото раньше рассматривалось как очень хороший кандидат на покупку не только из-за ситуации с ковидом и за тот негатив, который эта ситуация может спровоцировать и обозначить для мировой экономики золото, покупали в расчете на рост мирового инфляционного давления из-за вынужденных мер экономического стимулирования. Друзья, нужно быть реалистом. Даже если вакцина, в конце концов, действительно будет эффективной, и на деле тоже пройдет немало времени. Я допускаю, что даже больше, чем полугода, прежде чем она станет достоянием общественности, прежде чем она поступит в широкие массы и прежде чем ее смогут использовать обычные люди. До этих пор, за 6 месяцев, даже за один квартал, ситуация может радикальным образом измениться касательно ковида. И, скорее всего, мы будем констатировать в течение длительного периода времени новые максимальные показатели по суточному заболеванию ковидом. Имейте это в виду. Соответственно, это проблема, которую нужно решать в моменте. Не гипотетическими лекарствами и вакцинами, которые появятся через какое-то время, а сейчас за счет тех экономических реформ и дополнительных пакетов госпомощи и ликвидности, которые вот-вот начнут поступать в мировую экономику от разных мировых центральных банков. Нас интересуют, опять же, сейчас власти США и, возможно, экономические стимулы, дополнительные от Федрезерва. То есть, все вот эти новые потоки ликвидности, они спровоцируют неизбежно рост денежной массы. Как это влияет на инфляцию? Даже в определении инфляции скрывается, опять же, акцент на то, что рост денежной массы, который приводит к обесцениванию, опять же, национальных денежных единиц и знаков. Как страховаться от роста инфляции? Это, конечно же, золото. Причем золото я всегда анализирую еще с позиции того, как ведут себя американские трежи. То есть, если мы сейчас проанализируем доходность американского рынка долга в десятилеток, друзья, вы точно сможете увидеть сохранение нисходящей тенденции, которая будет давить на показатель доходности и провоцировать снижение его дальнейшее, вплоть до отметки 0,5%. При снижении реальной доходности американского рынка долга, золото в долгосрочной перспективе будет только выигрывать. Поэтому и Сити, в принципе, из-за вчерашних новостей особо и не стала реагировать на вот этот всплеск волатильности и отказываться от тех ориентиров, которые я обозначил. Фондовый рынок в космосе, друзья, я вас с этим поздравляю. У нас был актив Dow Jones, который мы покупали давно, и рассчитывали на то, что Dow Jones может обновить исторические максимумы только после того, как Конгресс согласует решение о новых экономических стимулах. Но все произошло гораздо быстрее. Новость о вакцине от Pfizer стала основным катализатором для движения и роста индексов NASDAQ, S&P и Dow Jones. Ну, NASDAQ, правда, не обновил исторические максимумы, а S&P и Dow Jones прекрасно справились с своими задачами выйти на новые рекордные уровни. Кстати, по S&P, который сейчас торгуется на отметке 3520 пунктов, в JP Morgan считают, что 4000 пунктов – это цель до конца этого года. По Dow Jones, друзья, 29 992 пункта. Совсем немного осталось до психологической планки – 30 тысяч, но я свою цель уже выполнил. Все-таки мы добрались до нового хая, поэтому я, было бы получено, вышел из покупок по этому индексу. Доллар канадец 1.3005. Друзья, я предлагаю фиксировать сделки, выходить из них. Потом мы найдем дополнительные возможности, как поработать с этой валютной парой. Давайте не будем распыляться сейчас на большой спектр инструментов, тем более, что движения на финансовых рынках становятся все более нервозными. Может быть, рынок уже закладывается под некоторое подобие закрытия непредсказуемого 2020 года, которое тесно связано еще с предновогодним ралли. Что касается рынка нефти, 4193 рост вчера произошел только потому, что вакцины – это ключик от оздоровления сектора туризма. Соответственно, при оздоровлении туристического направления вновь начнут летать самолеты, спрос на авиационное топливо. Это главный индикатор спроса на нефть. Вот и рынок высмотрел в этом хорошую, позитивную базу для себя. Полагаю, друзья, то, что вот так вот просто рынку нефти не дадут дальше расти, потому что, как я уже отметил, прежде чем вакцина действительно станет рабочим инструментом, который позволит решить проблемы, касающиеся последствий ковида, все-таки ковид еще не раз даст о себе знать, и в том числе через резкое падение спроса на углеводороды. Международное антическое агентство, кстати, на этой неделе публикует прогноз по спросу на нефтянку. Я думаю, то, что прогноз будет крайне плохим. Поэтому по черному золоту сейчас нет каких-то рекомендаций, но в целом, если я их и буду давать впоследствии, то, скорее всего, это будет только снижение. Индекс американского доллара, все без изменений, друзья. 92,64 ставка на снижение сохраняется. Опять же, наш главный фундаментальный триггер – это победа Байдена, которая будет связана с новыми мерами экономического стимулирования больше, чем на 2 триллиона долларов. Это серьезные деньги, которые спровоцируют еще большие распродажи американской валюты. В сухом остатке приоритет по росту золота остается. Индекс доллара мы дальше шортим. Американский фондовый рынок ставка на холонг, но я рекомендую вам, друзья, если вы покупали вместе со мной, уже фиксироваться хотя бы частично. Доллар канадец пока не торгуем. Европейскую валюту дальше смело покупаем. Цель еще не сделана. 1,20 и фунт против доллара. 1,3185 сейчас. Здесь нужно искать возможности для коротких позиций, но, признаюсь, я уже нахожусь в этих шортах, потому что вы знаете те риски, которые я закладываю в эту идею. На этом, собственно, все. Хорошей вам торговой сессии. Всем пока.